Итак, сегодняшнее наше с вами занятие мы учимся работать со слоями в программном комплексе AutoCAD. Для начала зачем они нужны, я уже говорил в одном из своих предыдущих видео, но напомню. Для простоты проектирования необходимо, ну не то чтобы необходимо, удобнее всего выполнять каждый отдельный элемент в отдельном слой, чтобы потом можно было между ними переключаться. К примеру, я могу запросто, когда у меня есть большое количество слоев, об этой функции я буду говорить чуть позднее в сегодняшнем нашем видео, я могу запросто переходить между отдельными конкретными взятыми элементами и уже с ними выполнять работу. И также их могу редактировать и всячески возможные махинации с ними производить. Итак, для того чтобы создать новый проект, я буду просто показывать это на примере нового проекта, потому что вы вместе со мной только учитесь. Ну точнее как вместе со мной, я-то более-менее умею работать, скажем так. Так, в начале нашей работы можно создать новый чертеж, либо функции работы с чертежами, либо, назав на плюсик. Как работать с шаблонами, которые там изначально предлагались с самим программным комплексом, я говорил немножко раньше. Я начинаю работать с чертежами, либо как в браузере плюсик. Мы с вами создаем новый чертеж. По умолчанию он имеет обозначение чертеж 1, у меня в данном случае чертеж 6, потому что я прорабатывал для данного видео все необходимые инструкции и все необходимые функции. Итак, активация-дезактивация функции настройки наших слоев выполняется через панель свойств слоя во вкладке главной. Вкладка главная, свойства слоя. По умолчанию у нас с вами располагается здесь нулевой слой. Нулевой слой это системный слой, который автоматически создается самим программным комплексом при открытии самого проекта, первого проекта. И, соответственно, его удалить невозможно. Создаются свои панели быстрых команд, либо нажав Alt D в русской D, либо нажав функцию создания слоя. Выглядит как три листочка и небольшое соточка. По поводу заморозки и отключения мы с вами еще будем говорить, и это будет не в сегодняшнем видео, оно нам с вами не нужно. Удалить слой это понятно, и установить слой как текущий, я покажу, как это делается в соответствии на примере. Итак, создаю новый слой. По умолчанию он имеет обозначение слой 1. Переименовать его достаточно просто. Два раза нажав на него левые клавиши мыши, я могу задать ему необходимое обозначение. Обычно обозначение задается такое, что вы чертите, и, соответственно, и в этом текстовом значении вы записываете. Я могу ему задать слой 1, чтобы мне в дальнейшем выполнять моделирование. Что я могу с этим слоем сделать? Могу выключить лампочку. Отображение, выключение данного слоя. За что отвечает эта функция? Если лампочка горит и светит, у нас в пространстве модели этот слой будет отображен, и мы его будем видеть. Если она выключена, я этот слой не буду видеть в пространстве модели, в которой мы с вами будем выполнять проектирование, но он будет выводиться на печать. Дальше. Заморозка слоя солнышко светит, либо заморозка, либо разморозка. Разморозка – это солнышко светит, заморозка – это снежинка. Функция замораживания у нас с вами отключает для отображения на пространстве модели наш элемент, и также он не выводится на печать. Сразу же решаются две проблемы. Мы его и не видим, и не выносим на печать. Дальше. Функция блокирования слоя. Если у меня замок закрыт, этот слой у нас с вами, все элементы, которые выполнялись в этом слое, либо я выполняю построение сразу же заблокированного слоя, мне невозможно изменить. Я не могу случайно передвинуть, не могу удалить, ничего не могу сделать с тем элементом, который выполнен в слое заблокированном. Печать. По умолчанию, создание нового слоя, они все выводятся у нас с вами на печать. Потом появится слой Death Points, когда на определенном этапе моделирования появляется еще один дополнительный слой, который у нас не выводится на печать. Но по умолчанию каждый новый слой у нас с вами выводится на печать. То есть мы этот слой можем видеть в проекте, в пространстве модели, но он не будет выводиться у нас при печати на наши листы. Дальше. Цвет. В зависимости от фона, на котором вы работаете, он может быть либо здесь обозначением белый, либо обозначением черный. Соответственно, на черном фоне там будет надпись белый, а на белом черный. Ну или наоборот. Цвет. Соответственно, здесь отображается тот цвет, который мы с вами задаем нашему слою. То есть на примере того же самого предыдущего проекта, который я вам показывал, у меня разноцветный проект, но на самом деле при выводе печати на монофроме я буду их видеть все в черном-белом виде. Это просто нужно, чтобы мне можно было как-то структурировать визуально все элементы. То есть это настройка цвета. Дальше. Тип линии. Кому необходимо оставить непрерывную линию, ее не меняет. Остает continuous. Кому необходимо заменить линию, нажимает на надпись continuous, то есть линия непрерывная. Здесь пока никаких линий дополнительных нету. Есть возможность загрузки дополнительных типов линий. Нажимаю загрузить. И вижу то, что здесь большое множество каких-либо различных типов линий, которые уже в дальнейшем могу использовать для моделирования. В зависимости от масштаба аннотаций нашего изображения пространства модели, вспоминаю, что по ГОСТу нужно выбирать свое, в зависимости от того, что вы выполняете, чертеж архитектурный, план этажей, разрезы, узлы. У каждого из них разный масштаб аннотаций. В зависимости от масштаба аннотаций уже подбирается тип линий. Но пускай, предположим, я подгружу новый тип линий. Это будет ACAD ISO 2.0.100, первая же штриховая линия. Я подгружаю ее, она не добавляется к моему слою, потому что я ее еще не выбрал. Я ее только подгрузил в базу. Выбираю ее, нажимаю ОК. У меня теперь, обратите внимание, вместо Continuous, линия появилась штриховая, та, которую я задавал. Дальше, вес линий. Вес линий по умолчанию – это тонкая линия. Если вы хотите поменять тип линий, также в зависимости от масштаба аннотаций, что вы выполняете, нужно подбирать свой тип линий. Ой, не тип линий, толщину линий, вес так называемый. Если это тонкие линии, то это, скорее всего, какие-нибудь архитектурные элементы, эскизы, то, что не резаться. И никакие-либо контуры основных каркасов. Дальше уже сами подбирайте для себя, что вы выполняете. Дальше, прозрачность. Можно настроить то, что этот слой будет у нас полупрозрачным, либо вообще прозрачным на чертеже. Уже сами будете подбирать. Дальше, заморозка-разморозка данного слоя на видовом экране. При выключении мы его будем видеть в пространстве в модели и не будем видеть в пространстве видового экрана на листе. С видовыми экранами будем говорить чуть позже в новых видео. Для начала они не нужны. На самом деле, для моделирования видовые экраны, по крайней мере, сейчас еще не нужны. Что я сделаю теперь? Мы с вами бегло познакомили основные функции слоя. Создам, для примера, дополнительные слои. Пускай это будет слой 2, слой 3. И посмотрю. У слоя 1 я выключу лампочку, у слоя 2 я его заморожу, слой 3 заблокирую. На самом деле, слой 2 я не смогу выполнять, мы с вами еще познакомимся с этим. Задам цвет. Для слоя 1 задам красный, для слоя 2 синий, для слоя 3, какой-нибудь близкий к фиолетовому. Для одного задам пунктирную линию, для другого подгружу какую-нибудь другую линию, пускай это будет с какими-то обозначениями дополнительными. Для третьего я создам средний между тонкой и толстой линией. Итак, познакомимся. Чтобы выбрать необходимый слой, мне нужно либо два раза нажать по нему левой клавиши мыши. В данном случае это первый слой, просто выбираю, и он у меня невидимый на пространстве модели, поэтому он у меня немножко поругался о том, что программа мне напоминает, что этот слой выключен. Не хотите ли вы выбрать другой слой? Я окей, выбираю другой тогда пока. Соответственно, выбирается двойным нажатием левой клавиши мыши по вот этому прямоугольнику, либо, закрыв свой слой, нажав на него один раз левой клавиши мыши, выпадающий меню. Выбираем слой, в котором вы будете выполнять работу. Либо можно подсветить элемент и нажать «Установить слой». То есть последняя функция, три листочка, зеленая галочка. Я выполню построение в слое 1. Вы скажете, а ты ничего не делаешь? Я вот, строю, нажимаю один раз левой клавиши мыши, просто произвольную фигуру. А на самом деле, включу лампочку, у меня эти линии построились, но они у меня не видны. С толщинами линии поговорим, сейчас активируем эту функцию. Дальше что я хочу сделать? Слой под номер 2 я не смогу запроектировать, так как он невидим, заморожен, не выводится на печать. Сначала я выключу, чтобы солнышко светило, и в слое 2 что-нибудь замоделирую. Дальше замоделирую что-то в слое 3. Вы скажете, а где же заморозка? Теперь я замораживаю. У меня эти линии пропадают. Я их не вижу. Дальше вы можете мне сказать, а почему они все одинаковые толщины? Выключу сетку, на самом деле, чтобы она глаза не мальзолила. Все одинаковые толщины. Вы же задавали разные толщины линий. Для того, чтобы активировать толщину линий, мне необходимо активировать функцию отображения скрытия веса линий. По умолчанию она скрыта при первом запуске программы, располагается она в панели адаптации. В панели адаптации нажимаем галочку толщина линий, и вот появляется эта функция в этой части экрана. Толщина линий. Активирую ее. Вот толщина возможных линий. А что же возможно сделать с третьей линией, которая у нас с вами была с замком? Да на самом деле ничего. Покажу на примере. С первой линии могу их хоть скопировать, хоть заново их редактировать, что-то удалять. Вообще могу удалить часть элементов. А вот с линии построена в третьем слое, я не могу сделать ничего. Заморозка слоев нужна для того, чтобы вы что-то случайно не передвинули, что-то не удалили из вашего проекта, то, что уже выполнено, и вы знаете, что изменять этот элемент не нужно. Как производится быстрая прогулка по всем возможным слоям? Чтобы у меня появилась разница, я разморожу слой под номер 2, он не удалился, он просто выключен для отображения. Что мы можем сделать? Предположим, вы хотите выключить для отображения только какой-то конкретный слой. Есть много раз возможны функции, это зайти в свойства слоя, выключить поочередно все слои, выключая лампочку, чтобы остался только он. Также их вернуть. На самом деле можно вернуть их быстро и выключить их так же быстро. Включение всех слоев. У нас есть функция включить все слои. Три листочка с горящей лампочкой. Отключение слоя выбранного. Один листочек с выключенной лампочкой нажимаем его, выбирая слой, который необходимо выключить для отображения. У меня появляется вспомогательное окно. Точно ли я уверен, что хочу что-то заморозить? Особенно это если слой активный. Дальше что у нас есть? Какая возможность? На самом деле есть так же и заморозка выключенного слоя, разморожить все слои. То есть я могу поэтапно выбирать, не заходя вообще, не пользуясь панелью свойств. Предположим, у меня... Сейчас я верну отображение. Предположим, у меня большое количество элементов, между которыми мне необходимо прогуляться. Вот то же самое вернусь. Больший проект. Я хочу, чтобы у меня осталось для отображения только несущие стены. В данном случае у меня строительный чертеж, поэтому я рассказываю на его примере. то в выпадающей менюшке слои есть замечательная функция. Это обход слоев. При помощи нее я могу выбрать необходимый слой, который мне, чтобы он остался для отображения. Несущие стены. Вот они. При базовой настройке здесь еще стоит галочка «Восстановить при выходе». За что она говорит? Если у меня здесь стоит галочка, я закрываю обход слоев, у меня восстанавливается все в проекте. Чтобы этого не произошло, я захожу в обход слоев, выбираю слой, который мне необходим, чтобы остался, отжимаю галочку. Впоследствии она не будет появляться, особенно если вы нажмите «Сопомогательное окно» о том, что напоминать ли об этом при каждом выходе. Ставите там галочку и, соответственно, закрываете окно. То теперь спокойно я могу прогуливаться между всеми остальными слоями, которые мне необходимы. Те же самые оси активировать, еще что-то. И мне не нужно здесь выбирать все слои, их выключать, всем лампочку, когда я могу это сделать в этом нажатии. Вы скажете, а как восстановить? На самом деле у меня есть возможность включения всех слоев. Я просто включаю все слои. Вот таким вот образом. И это основное, что я хотел вам рассказать по сегодняшнему занятию. Базовая работа с слоями в автокаде. Если вам понравилось это видео, знайте, что надо делать. Всем спасибо.